Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова О том, какую активность проявили жители республики и как проходил процесс голосования, расскажет Алика Трапш. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит в здании посольства России в Абхазии. Избирательный участок открылся ровно в 8 утра. Явка избирателей активная. Выстраиваются большие очереди. Перед входом в здание посольства всем раздают защитные маски и обрабатывают руки антисептиком. Тем, кто стоит в очередях, раздают питьевую воду. Процесс голосования проходит организованно и слаженно. Открыты семь окошек, где специалисты обрабатывают данные избирателей. Затем им выдают бюллетень, где содержится один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? У избирателей есть два варианта ответа. Да или нет. Каждому избирателю выдают одноразовые ручки. Для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Абхазию доставлено более 10 тысяч бюллетеней. Списки избирателей формировались на месте. Участники голосования отмечали, что сегодняшний день очень важный и значимый. Поэтому они пришли исполнить свой гражданский долг. Для меня это важно тем, что я за то, чтобы территория Российской Федерации была неделима. И потом для нас, пенсионеров, очень важно то, что будет ежегодная индексация пенсии проводиться. Конституцию надо и вводить, и менять, и чтобы люди хотя бы читали, что это. Они просто так пришли и поставили галочку. Я надеюсь, что пенсия будет индексирована, животных будут защищать, как тут там говорится. Потом прекратят бандитские рубки в лесу. На избирательном участке голосование проходило без каких-либо осложнений. В первой половине дня нарушений жалоб выявлено не было. Пока никаких жалоб к нам не поступало. Порядок мы призвательный сотрудникам правоохранительных органов Абхазии, которые нас поддерживают. Видите, сколько здесь милиции и СО. Все как бы стараются. Некоторые люди отказываются одевать маски, ссылаются на жару. Мы никого не принуждаем. Это личное дело каждого. При этом на входе всем обрабатываем руки, выдаем маски. Дальше уже каждый волен сам решать. В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. Настроение бодрое. Мы рады за то, что голосуем в Российской Федерации, за Российскую Федерацию, за Конституцию. Это делается все для народа, так что мы даем свои согласия и пришли поддержать и правительство России. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации изначально было назначено на 22 апреля. Но в связи с пандемией коронавируса его перенесли на 1 июля. Стоит отметить, что граждане России имели возможность проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня. Сделать это можно было как на избирательных участках, так и дистанционно, то есть электронным путем. В Абхазии по вопросу одобрения изменений в Конституцию России досрочно проголосовали военнослужащие Российской военной базы и сотрудники МВД. Депутаты Народного собрания Абхазии и аппарат парламента также приняли участие в голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Голосование прошло в здании парламента Абхазии. Для организации процесса сюда приехали представители российского посольства, члены избирательной комиссии. Сегодня 60-летний юбилей отмечает первый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Вячеславович Григорьев. Президент Абхазии Асламбжаня по телефону поздравил дипломата с днем рождения. Глава государства отметил, что своей безупречной службой и искренним отношением к нашей стране Семен Вячеславович заслужил уважение и любовь народа Абхазии. «Для каждого жителя Абхазии вы стали родным человеком. С теплотой и благодарностью вспоминаем годы вашей работы в Абхазии. Не оценим ваш личный вклад в дело укрепления межгосударственных отношений Абхазии и России. Мы рады вас видеть всегда на нашей земле», – сказал Асламбжаня. Президент пожелал Семену Григорьеву крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С юбилеем Семена Григорьева поздравил и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно вы. Этот период российско-абхазских межгосударственных отношений был отмечен необычайной насыщенностью и результативностью. С вашим непосредственным участием был заложен прочный правовой фундамент стратегического партнерства наших стран во всех жизненно важных сферах от оборонной до гуманитарной, отмечается в частности в поздравлении главы Абхазского правительства. Как известно, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, как и во многих странах мира, были введены ограничительные меры. Наряду с запретом деятельности объектов торговли, общественного питания, культуры и спорта была запрещена деятельность общеобразовательных школ и учреждений дошкольного образования. И если постепенно на многие виды деятельности ограничения были сняты, то учреждения дошкольного образования оставались закрытыми. На последнем заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение разрешить детским садам открыться с 1 июля. Однако сегодня ни один детский садик не открылся для воспитанников. Министерство просвещения и языковой политики пояснили, что детские сады возобновят работу по факту готовности принимать детей. На сегодня готовится дошкольное образовательное учреждение к открытию. И по факту готовности превентивных мер по коронавирусной инфекции, а также согласование мероприятия, согласование территориальной санитарной эпидемиологической службы, они будут работать. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 70 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня выписан один гражданин – абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале. 34 человека выздоровели и один пациент умер. Сегодня Александр Анква встретился с полномочным представителем президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. Были обсуждены итоги работы по осуществлению гуманитарных поставок в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года. Как сообщил Лакербая, с начала текущего года по линии борьбы с коронавирусом в Абхазии осуществлены пять крупных поставок в рамках работы программы развития ООН. А стоимость поставленных грузов составила свыше 10 миллионов рублей. Кроме того, ПРОН осуществил поставку лекарств для больных с сахарным диабетом, вакцины для детей, средства для лечения СПИДа и туберкулеза, материалы для наркологического диспансера и т.д. Здесь были осуществлены поставки на сумму до 5 миллионов рублей. Александр Анква поблагодарил Зураба Лакербая за организационное сопровождение проектов и отметил важность продолжения работы по всем направлениям. Ирина Шотовна Агрба назначена генеральным директором Республиканского государственного учреждения Абхазской государственной телерадиокомпании. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Александр Анкваб. Этим же распоряжением Утар Лакербая освобожден от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК. Ирина Агрба – известный общественный и политический деятель Абхазии, руководитель общественной организации «Женщины в политике», кандидат исторических наук, доцент АГУ. В 1992-1993 годах работала ведущей русской редакции новостей на Абхазском радио, также возглавляла пресс-центр оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа. С 2007 по 2012 годы депутат, вице-спикер Народного собрания Абхазии. С 2005 по 2014 годы телеведущая Абхазского телевидения, автор ряда телевизионных проектов, в том числе «Аргама», «Кафедра», «Айбашра», «Ансос». Сегодня исполнилось 70 лет со дня основания Сухумского физико-технического института. Руководство и коллектив СФТИ с юбилеем поздравил премьер-министр Александр Анкваб. Усилиями сотен выдающихся ученых СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы. Велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям. В частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий, отметил в своем поздравлении Александр Анкваб и пожелал сотрудникам легендарного СФТИ при умножении традиций и возрождении былой славы. Пляжный сезон в Абхазии официально открылся 5 июня. Местные жители уже давно загорают и купаются. Насколько безопасны для отдыха республиканские пляжи? Соблюдаются ли там меры безопасности? И какие правила необходимо знать всем купающимся? Выясняли наши корреспонденты. Первый месяц лета позади. Наступают самые жаркие дни. Несмотря на то, что туристов в республике пока нет, на пляже немало купающихся. Местные жители, спасаясь от жары, спешат к прохладной воде, которая, кстати, прогрелась уже до 24 градусов. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. Согласно предписаниям МЧС Абхазии, администрации городов и районов должны были подготовиться к сезону. Очистить морское дно от опасных предметов, установить ограничительные буи, а также разрешающие или же запрещающие знаки. Кроме того, на каждом пляже в радиусе 100 метров должен находиться спасатель. Мы начали работу по пляжу буквально в конце мая. Приходили ко всем главам администрации и выдавали им предписание, что должно быть на пляжах. К сожалению, они не успели к данному времени подготовить пляжи. Мы к ним приходили и 5 июня, они попросили еще время. Мы, естественно, доложили министру, мы сразу же не можем сами такие действия делать, продлевать и так далее. Министр дал добро, чтобы продлили еще на две недели, но и тем не менее месяц закончился и все равно пляжи не готовы. Основными причинами невыполнения рекомендаций стали нехватка средств и закрытие границы. Ведь все необходимые грузы доставляются из Сочи. К примеру, вдоль городского пляжа протяженностью около полутора километров необходимо установить 15 буйков. Главы администрации закупили данные буи в Сочи, но пока завести не могут. У них проблема с границей. Они попросили еще немного времени. И вот буквально мы вчера с ними созванивались. Я так полагаю, что в течение недели они завезут данные ограничительные буи и начнут выставлять и остальную работу тоже будут делать по пляжам. Что касается качества морской воды, санэпидемстанция Республики с мая по октябрь еженедельно берет пробы на наличие патогенной флоры. За май месяц только в одном случае не соответствовала проба. И за июнь месяц в двух случаях пробы не соответствовали требованиям, предъявляемым к морской воде. Причем это в зонах водосброса, там где может действительно попадать в воду загрязнение антропогенного характера. Во всех остальных случаях вода у нас на сегодня показывает очень хорошие результаты. По словам Аллы Беляевой, лучшее состояние воды по санитарным показателям наблюдается в районе Маяка. Пляжи, расположенные от бетонного завода до въезда в город, главный санитарный врач столицы рекомендуют для купания. Также в этом году хорошие показатели дали пробы воды в районе медицинского пляжа и реки Келосур. Самыми неблагоприятными местами для купания считаются так называемый собачий пляж, который находится в устье реки Беслетка. И район, где в море впадает река Адзапщ. По сообщению гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18,23, днем 28,33. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазская телевидение продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин